Я приветствую вас на канале Аленин сад. В этом видео я хочу поговорить с вами о моем газончике. Снять подобное видео мне подсказала моя зрительница. Она стоит перед выбором травки для газона, у нее новый участок, и спросила меня, какая трава растет у меня на газоне, чем обусловлен был мой выбор. Мне показалась тема очень интересной, актуальной для моих зрителей. Я решила рассказать все, как было. Видите, какой газон у меня мягкий, пушистый, зеленый. И сейчас тепло на улице, и он тоже очень-очень теплый, теплый. Такой приятный, ароматный газон. Давайте поставим ему лайки. Чем больше лайков, тем лучше будет газон. Ну так как же у меня получился этот газончик? На самом деле я ничего не сеяла, никакие семена, трав не покупала. И вообще газоном не была озабочена. Изначально, когда у меня появился этот участок, я не думала здесь делать такую большую зеленую зону с газоном. У меня по плану было все четко распланировано. Была только одна дорожка, а все остальное я хотела перекопать и засадить. Но засадить все сразу, перекопать, конечно же, одной мне никак не получалось. И поэтому целину, которая не была еще мною тронута, мне пришлось косить. Изначально здесь везде росли многолетники. Здесь было очень-очень много сныти, много лютика едкого, высокотравье было разнообразное. В общем, непроходимый лес густой. Вот, и вот этот газон, который вы сейчас видите, получился всего лишь навсего от того, что я кашу здесь траву триммером уже четвертый год. Четыре года косишь и получаешь вот такой газон. Правильно говорят англичане. Чтобы получить прекрасный газон, нужно косить его сто лет. Мне мой нравится уже через четыре года. Сто лет, я думаю, это преувеличение. А вообще я думаю, что те, кто говорит, что газон им не нравится, они немножко лукавят. Я думаю, что газон нравится всем, потому что зеленый цвет он успокаивает, умиротворяет, настраивает на философский лад. И очень приятно полежать на таком газончике. Но, конечно, такой газон, как у меня, получить не очень просто в большинстве мест. Почему? А все очень просто, потому что его нужно поливать и удобрять. У меня он такой замечательный растет, потому что у меня очень сырой участок, торфяные почвы достаточно питательные. И поэтому белый клевер сам себе занимает все пространство. Он не дает расти никаким другим травам. Хотя я его здесь не высевала. И этот клевер, он даже побеждает злак, который первым захватывает скошенное пространство. Но клевер этот злак вытесняет. Этот злак я не смогла определить. Злаки вообще очень трудно определяются. Если вы знаете его название, можете мне написать, я буду знать. Вот на данном участке хорошо видно, как клевер постепенно завоевывает себе пространство на газоне. Этот участок в этом году я только весной очистила. Здесь все освободила от разных каких-то ящиков, коробок. Грабельками все это прошлось. И первыми начали захватывать подорожник. Какие-то тут еще травки. И вот этот злак, название которого я не определила. Этот злак первопроходцы. Но вслед за ними тут же ползет клевер. Ползет активно. Причем там, где тень, там он больше всего и разрастается. Но постепенно, я уверена, он захватит все это пространство. И здесь так же, как и на другом участке, у меня будет газон из клевера. И вот такой газончик как раз это пример того, как мы воздействуем на окружающую среду. Как мы вмешиваемся в природу. Как мы создавшийся биоциноз превращаем в нечто другое. Казалось бы, с совершенно незначительными действиями. Просто косим траву. А растения, природные растения, они уже начинают играть по другим правилам. И основная часть моего газона это белый клевер. Я его не выбирала, не покупала. Он сам вырос. И я могу рассказать о его плюсах и минусах. Что я имею право сказать о плюсах и минусах. Потому что лежу непосредственно на этом белом клевере. Плюсы. Белый клевер это очень-очень устойчивое растение. Оно очень живучее, очень размножучее. И проблем с его выращиванием в плане размножения возникать не должно. Вот сейчас посмотрите кадры. Я снимала белый клевер на берегу озера, где сплошной песок. Клевер белый может расти в самых экстремальных условиях. Здесь вы видите берег озера, песок совершенный. И на нем растет белый клевер. Ну конечно в таких экстремальных условиях, на одном только лишь песке, он выглядит вот так. Стоит нам немножечко отойти в стороночку. И окажемся уже на более зеленой лужайке под горкой детской, которая дает тень. И здесь уже клевер выглядит гораздо богаче. Белый клевер азот фиксирующий растение. Поэтому почва под ним не будет страдать от нехватки азота. Она наоборот будет обогащенной, питательной и рыхлой. И если вы будете менять периодически места посадок, сначала у вас будет года 4 газона с белого клевера, потом вы это раскопаете, а газон перенесете в другое место, то вы получите очень хорошую почву питательную. Еще клевер, он очень красив, это очень зелененький изумрудный цвет, красивый. Он очень мягкий такой, плотный. Очень приятно по нему ходить босиком. Очень-очень приятно, вот как будто по перине шагаешь. И он конечно не отрастает очень высоким. В отличие от злаков, которые отрастают высокими, которые выбрасывают метелки цветущие и газон уже не выглядит газоном. Поэтому клевер, он невысоко отрастает и цветочки его нисколько не мешают общему виду. Но косить его все равно нужно. Я кошу мой газончик 4 раза за лето. Это не очень часто. Вообще рекомендуют 1 раз в неделю косить. Но для меня это просто невозможно. 3-4 раза я только успеваю сделать. Ничего, видите, выглядит он очень и очень хорошо. Какие у клевера есть недостатки? А недостатки тоже есть. Во-первых, как раз его размножучесть. Он потрясающе быстро образует семена. Если вы не будете вовремя косить, то эти семена разлетаются по всему участку, по всем грядкам. И там они так быстро прорастают и развиваются, что образуют такую мощную корневую систему, что выдрать их очень и очень сложно. В общем, этот самосев клевера, он мне лично приносит неудобства. Он становится сорняком. Там, где он... Здесь он мне помогает на газончике, а на грядках он мне мешает. И, пожалуй, еще один минус, который часто описывают и озвучивают, это то, что на цветки клевера прилетают пчелки, шмели и так далее. Но на самом деле это такой небольшой совсем минус, потому что они не прилетают все время. Вот сейчас, как видите, нет ни одной пчелы, ни одного шмеля, никого, кто бы собирал мед с этих цветочков, нектар, то есть. Потому что сейчас у меня цветет душица и мята, и все эти создания, они сейчас там тусуются. А здесь никого нет, можно спокойно ходить босиком и детям валяться, и ничего им не угрожает. Зачусь! Зачусь! Я надеюсь, что я ответила на вопрос моей зрительницы и многих других зрителей. Если у вас есть возможность, обязательно позвольте себе хотя бы маленький кусочек газона. Для того, чтобы летом в хорошую погодку полежать, позагорать, чтобы дети могли поваляться по нему, да и просто походить босиком, снять напряжение, чтобы из вас ушло все лишнее электричество. Все разряды оставьте на газоне, а своим близким дарите только тепло и любовь. Подписывайтесь на канал Аленин Сад. Всего вам доброго и до новых встреч!